Слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Неизвестно, на что рассчитывал экс-глава ЦРУ, призывая убивать русских. Но вот теперь даже Госдеп США отказывается это комментировать. Майк Морелл в эфире американского телеканала по сути объявил, что спецслужбам пора бы перейти к тактике террора в Сирии. И не по отношению к боевикам ИГИЛ, а к тем, кто с ними борется. По его мнению, это позволит надавить на Дамаск, Москву и Тегеран, чтобы там выполняли указания Вашингтона. Мы должны сделать так, чтобы в Сирии поплатились иранцы. Мы должны заставить платить русских. Мы заставим русских иранцев расплачиваться, убивая их. Да, скрытно. Не надо кричать на весь мир об этом, да. Но следует убедиться, что об этом знают в Москве и Тегеране. Я хочу напугать Асада, я хочу уничтожить его гвардию, взорвать президентские ведомства посреди ночи. Морелл, наверное, рассчитывал, что у программы низкие рейтинги, и никто этого не увидит, но нет, тут же все это стало достоянием общественности. При этом Морелл подчеркнул, что ЦРУ не обязательно отчитываться в Пентагоне обо всех этих диверсиях. Добавлю, что он является одним из самых преданных сторонников Хиллари Клинтон. Он постоянно выступает в его поддержку в борьбе за президентский пост. Ну и обсудим, что же это было. Сейчас напрямую в связь с Лайфом выходит руководитель экспертного совета по обороне Государственной Думы Борис Усвецов. Здравствуйте, Борис Михайлович. Ну, я даже комментировать никак не могу этот дипломатический провал. По-хорошему-то человек, понятное дело, что у ЦРУ на уме, то у сотрудников на языке. Ну, у бывших сотрудников, естественно, действующих такого не сказал бы. Это реально так планируется или просто расшилка? Ну, вы знаете, я не врач, поэтому, так если говорить с медицинской точки зрения, это клиника. А с точки зрения реальной действительности, это, наверное, такая позиция официального Вашингтона. Вы обратите внимание, что Госдеп никак не отреагировал на заявление экс-замдиректора ЦРУ по данному вопросу. То есть нет комментариев, а значит совпадает мнение. А если говорить о его заявлении, это опять политика двойных стандартов. Давайте так, чтобы наши люди понимали, что никто не приглашал американцев в Ирак. Они под видом химического оружия просто пришли туда без мандата ООН, уничтожили законного руководителя Ирака Саддама Хусейна, причем публично уничтожили, как вы помните, под видом, что они искали химическое оружие. То, что мы помогали на протяжении долгих лет Ираку, и у нас был договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, и действительно наше оружие было у Иракских вооруженных сил, это факт неоспоримый. Но вот то, что заявляет сегодня экс-директор ЦРУ, это нонсенс, будем так говорить. Давайте вещи своими минами называть, это фашизм, это обыкновенный фашизм, человек призывает убивать конкретные национальности. Да, я ухожу от лобовых оценок, только из-за соображений того, что это даже не фашизм, а это шизофрения. Понимаете, вот человека, который долгое время был зам директора Центрального разведуправления, и сегодня, как вот только что я слышал, он в команде, значит, Хилари Клинтон, это очень опасный синдром и для мира, и для Америки. Ну, а вот такой момент. Мы все прекрасно знаем, насколько американцы изворотливы, как ужи в плане того, чтобы доставать из огня каштаны чужими руками. Не могло ли Центральное разведывательное управление выставить бывшего своего сотрудника, чтобы он сказал, а потом все от этого отказались? А вот эти слова услышать те люди, которые будут исполнять этот приказ ЦРУ, не явно, а тайно, как, собственно, ЦРУ и хотело. Может такое ведь произойти? Я не исключаю, почему, потому что я еще раз подчеркну, если после заявления этого бывшего большого чиновника американского было бы сразу заявление Госдепа, значит, тогда можно было считать это частное мнение, ну, человека, может быть, у которого поехала крыша. Так, я не говорю там о его пристрастии к фашизму, к терроризму. Вот. А так как заявлений никаких нет, значит, это линия поведения, значит, американского нынешнего руководства. Тем более он ссылается на то, что они неоднократно призывали Обаму, нынешнего действующего президента Соединенных Штатов, именно заниматься вот той деятельностью, о которой говорит нынешний экс-руководитель ЦРУ. Ну что ж, вот мы и раскрыли дипломатическую аферу века. То есть, получается, вместо того, чтобы искать пути сотрудничества с нашей страной для того, чтобы победить мировой терроризм, ИГИЛ в частности, все пытаются победить почему-то борцов с терроризмом. Ну что ж, как говорится, как аукнется, так и откликнется. Спасибо, Борис Михайлович. На прямой связи с лайком был руководитель экспертного совета по обороне Государственной Думы Борис Фосовецов.